Дорогие друзья, когда мы говорим о злоупотреблении правом, это не просто констатация факта. Нужно понимать, в чем оно заключается. И вот в этом, конечно же, нам помогают позиции Верховного Суда, которые высказываются в тех или иных ситуациях. Так вот, в соответствии с позициями Верховного Суда, злоупотребление правом имеет место в тех случаях, когда субъект поступает вопреки норме, вопреки норме, которая предоставляет ему соответствующее право, и не соотносит свое поведение с интересами общества и государства, и не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность, поскольку у нас права и обязанности это двуединое целое. Поэтому, дорогие друзья, всегда смотрите на то, что если субъект, ваш процессуальный противник, тем или иным образом использует принадлежащее ему право, которое дано законом, но при этом его поведение вступает в противоречие с интересами государства, общества, и имеется соответствующая данному праву обязанность, которую он не исполняет, вот такие действия однозначно можно квалифицировать как злоупотребление правом.